Добрый вечер, с вами город Финансы. Россияне стали чаще платить штрафы за риск и лишиться водительских прав. Торговые сети начали распродажи задолго до нового года. Рубль начал неделю снижением к основным валютам. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Стоит отметить, что закон о приостановке действия водительских прав у злостных должников и неплательщиков элементов потенциально может затронуть почти 300 тысяч человек. При этом действие закона не распространяется на инвалидов, а также должников, которые имеют на иждивение инвалиды первой или второй группы. Также запрещается временно лишать водительских прав тех, кто в этом случае потеряет свой единственный источник дохода. Торговые сети впервые за много лет начали распродажу в декабре. Покупательная способность россиян снижается второй год подряд. Доля тех, кто может уменьшить затраты на подготовку к Новому году, выросла с 38 до 57%. Зафиксировала международная консалтинговая компания «Делоид» в исследовании потребительских расходов «Новый год и Рождество-2016», опубликованной газетой «Ведомости». В этом году новогодний бюджет среднего россиянина, согласно расчетам, составит 15 500 рублей, что на 7% ниже показателя годичной давности. Сокращаются траты на развлечения, их доля в новогоднем бюджете снизится до 10%, чуть больше половины бюджета уйдет на подарки, а остальное на еду и напитки, говорится в исследовании. Рубль начал неделю снижением к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком, с 8 декабря составляет 68 рублей 51 копейку. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 84 копейки. Официальный курс евро, установленный Центральным банком на завтра, составляет 74 рубля 40 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 73 копейки. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает комплексные программы финансовой поддержки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Финансовая группа «Сберегательный союз». Построим будущее вместе. 8 800 5000 977. Звонок бесплатный. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, в жизни за все приходится платить, но надо торговаться.